Неотъемлемой частью любого аниме в последнее время является наличие жанра ясикай, пляжную серию, тяночек, постойте-ка. Точно, или с подвохом. И главное, после такого не начать смотреть жору. Всем ехало, друзья. Невероятно жесток и беспощаден бывает фан-сервис. Как пять стадий принятия боли через отрицание. Божечки, да кто это смотрит? Злость. А почему он, а не я? Торг. А вы точно режиссер? И вы дадите главную роль? Что вы, не стоит беспокоиться. Я давно набил руку на такое. Депрессия, где нас кормят намеками на развитие отношений, проблем, забавлением персонажей, которые нафиг не нужны. И на последней стадии принятия с тентаклями, с Джорджем. Welcome to the club, buddy. Но. А че тебе еще надо для части, широкоглазый? Фан-сервис. Это не только пошлость, но и заигрывание с публикой, попытка сохранить интерес аудитории и даже подогреть его. Это вырежется, да? И все ради денег. И добавление различных отсылок на игры, фильмы, музыку. И, конечно, добавление персонажей, которые не несет ничего, кроме... Для потребителей, то есть нас с вами, история это уникальный опыт. Эмоции движутся по временной оси, создавая серию дуг. Поскольку эго, рождающие эмоции, одно, то и эмоциональные дуги становятся единой прекрасной линией. В одном из интервью, Йоко Таро говорил, что создателям истории необходимо создавать множество эмоциональных дуг, потому что у каждого потребителя, собственно, уникальные чувства и восприятия. История будет хитом, если понравится множеству совершенно разных людей. И он привел неплохой пример. Структура слоев понимания, разделенная на три слоя. Первый слой – содержание, которое поймут все. Второй слой – смысл, который поймут люди, обладающие знаниями или серьезно обдумывающие историю. Третий слой – смысл, о котором не думал даже и создатель истории. Первый слой – на то, что мы сразу обращаем внимание. О, это Сеона, бои, сражения, флэшбеки, перед боем на 10 серии и так далее. Второй слой, который увлечен тематикой или тайтлом вспомнит про противника или герои из прошлого. Или будут понимать проблему дискриминации из отношений героев и простых людей. Есть разные виды третьего слоя, но простой пример – это человек, не удовлетворенным только тем, что есть, и генерирует собственный смысл. Например, анализировать серию вне коробки. Или придумать любовные отношения между персонажами, которые не задумывались изначально. Здесь уже потихоньку начинают появляться фанфики, фанатские теории в попытке сшить сюжет вселенной белыми нитками. И когда ты перенасыщен таким вот родом контента и начинаешь смотреть новинки в кинопрокате, например, из «Звездных войн» вселенной Марвел, ты становишься крайне разочарован от картины. И сюжет оказывается проще, проблемы, которые хорошо было бы раскрыть, но их не раскрывают или не развивают. Вот здесь как раз и возникает проблема завышенных ожиданий от картины. Вернемся к нашему салу Дакерита Имба. В каком бы он в виртуальном мире не очутился, первый сезон, или точнее первые 12 серий, были увлекательным приключением в фэнтезийный мир. Почему я достаточно хорошо отношусь к первому сезону, потому что еще в классе восьмом мы с друзьями мечтали о таком полном погружении, играя в вов. И после еще мир, следующий, опять и опять, и тут еще политику навязали в алисизации, потому что в этом мире можно было сформировать душу в виртуальном мире, и где главная идея это воображение. Как нельзя, кстати, появились эмирикосы, которые пойдут на разные уловки, чтобы добиться своих целей. И только наш главный герой может совсем разобраться, ведь без него ничего не могут сделать. Ни Асуна, ни его друзья, ни эпизодические персонажи, которые пришли получить пизды от злодеев, а только он. И вот последний сезон сборник всего этого, что я описал ранее. Но главный вопрос, который я до сих пор не могу решить, почему Асуна ш? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok